Марсик пришел в гости. Я сижу в зимнем саду, но хотел музыку послушать. Марсенчик, ну что, послушаем? А то там оперу Виктория включила, а мы немножечко... Дольше не буду, а то YouTube мне скажет, что я занимаюсь, знаете, чем? Плагиаторством. Когда кручу подолгу песни, они мне присылают извещение, что я авторские права нарушаю. Где Марсик? Марсик, ты где? Марсик. Куда делся Марсик? Ты где? Марсен, ты тут? Ты рядом с кухней, да? О, тут какая-то жарится. Запахи такие. Тут есть еще запахи. Вот корочку, это Мирочки мясо ободрали, а косточки остались. Но косточки я им не даю, бульдогам. Это у нас или Лирику, или Бельчику. Понятно? А тебе ты кашку подъел? Все, ты пришел в гости? Там была Мирочкина кашка, ты ее съел. А у меня ничего нету для тебя. Пошли музыку послушаем. Пойдем. Музыка тебя устроит? Будешь слушать музыку? А? Марсюх, или колбаска лучше? А, нема колбаски. Ой, как назло, ни кусочек колбаски нету. Вообще-то я гляну, может быть и есть. Может быть и есть. А то гость пришел, как-то. О, ура! Марсюшке повезло. Есть. Солбаска. Почему на две части? А там же еще выздоравливающий лежит. Жоржик. Мирка уже поела. Марсюнчик! Марсик! Ты где? Марсик! Марсик! Убежал. Нет, Лед. Убежал. От колбасы убежал. Марсик. Убежал от колбасы. Марсюнчик! Ты где был? Ты где был? Я тебе несу компенсацию. На. Да не цепляй меня. Да не цепляй меня. Теперь я зажимаю плот, потому что жимаю и они съедают. А так, когда я пальцы держу, они меня кусают. Жоржик, давай на тебе эксперимент. Смотри, вот так. Это не разжимаю. Все. Иди, выздоравливай. Вон на него, видите. Памперс одели. Иди, иди. Иди вот сюда. Я тебе подарил. Розовые тут. Ложись сюда. Ложись и лежи тут. Все. Вот они, видите. Бандажик. Расчесывает языком. Пришлось вот у нас сделать такую штуку. Марсик, а это что такое? Что за ревизия? Амирочка. Амира выйдет. Мира, выйдешь? Выходи. Выходи. А у щеночки? Ну, ты выйдешь? Марсик к тебе в гости пришел. Пойдешь к нему? Не хочешь? Ну, ладно. Щеночку я закрою. Пообщаешься с ним? Он же недавно приходил. Проведал. Жоржика. Я уже снимал ролик. По камеру. И вот так целый день. Целый день они ходят туда-сюда, бродят. Не дают Жоржику спокойно сидеть. Жоржик. Ты довольна? Жизнью. Че здесь? Баба рядом, глянь. Вон. Так, сидеть. А ты не смущай его. Все, вот поцеловались и все. Давайте. Жорка. Жорка, ты что делаешь? Ой, как он шалеет от Мирки. Гляньте. Увидел уже подругу и перед ней. Уже и нечем. Оно-то осталось в голове. Все, Жоржик. Жоржик. Все, успокойся. Успокойся. Тебе нельзя нервничать. Тебе надо сейчас спокойно, а то швы разойдутся. Иди. Иди туда, на розовую подушечку. Сейчас закрываем тебя. Видишь ты, как на него влияет? На Жоржика. Виктория ужин готовит. Марсик там ждет вас. Запахи, потому что идут с кухни. Пошли ко мне. Пойдем, Марсик. Марсик. Пошли ко мне. Виктория. Запретила ее снимать. Она в шутку, конечно, кричит. Пошли отсюда. Она их очень любит. Она дома, когда... Во-первых, одежда не соответствует съемкам. Потом... Женщина любит, чтобы там губы накрашенные были, еще что-то. Поэтому я когда не готова, не лезь с камерой. Вот поэтому я издалека. Так, ну... Ну, в основном-то интересно-то, что жизнь бульдогов. Что человечеству больше всего нужно? Жизнь людей так? Интересно, как она проходит. А как бульдоги живут? Чем они занимаются? Почему-то вызывает интерес больше у людей. Особенно маленькие бульдожки. Детишки. Вот они просто больше всего интересуют человечество. А я хожу и снимаю. Ничего особенного нету. Просто как Марсик смотрит, видите, на Викторию. Это Марсик вырезал все, вычистил. Все, побежали. А я сейчас включу проигрыватель и буду слушать музыку. Старые пластинки. Вон их у меня сколько, гляньте. Видите? Очень много. Могу показать. Кто-то вспомнит молодость. Вот видите, сколько всего. Вспомните, такая Роксана Бабаян была. Екатерина Семенова. Крозембаум. У меня тут все есть. Все есть. Даже французские бульдожки есть. Правда, они в жизни. Не на пластинках, а реальные французские бульдожки. Которые вечно хотят есть. Продолжение следует... Продолжение следует...